Я вам даже, братья, более того скажу, что один из 100 абиаинов, это Абу Киляба, братья, Абдулла Абдузайд Аль-Джурми, говорил, который умер, братья, еще в 102 году, он говорил, Никакой народ не вводил нововведения в эту религию, кроме как после этого, то есть путем этого делал дозволен себе меч, братья. И мы видим, братья, практически любые нововведенцы в итоге являются убийцами, братья. Валлахи убивают. Они, братья, тех, кто не согласен, как только у них появляется сила, они убивают тех, кто не согласен с ними, братья. И в этом, братья, страшное и большое опровержение тем, кто обвиняет аглю суннов тем, что они являются какими-то экстремистами или еще какими-то. Валлахи нет, клянусь Аллаху, аль-Хамду лилля, то, что наш братья призыв, братья самый добрый, самый лучший призыв, который призван для того, чтобы у всех, неважно верующий, неверующий, у всех все было хорошо. Потому что у нас, братья, даже для неверующих у нас есть безопасность, они платят налог и мы их защищаем. Защищаем, братья, своими душами, своими телами, и об этом нам, то есть это нам повелел Аллах, повелел посланник, где такая религия подобная, где она? Разве есть что-то такое? Валлахи нету. То есть это, братья, милость, Аллах, описывая пророка, а пророк это тот, кто и принес нам сунну, когда мы говорим аглю сунна, то есть аглю сунна кого? Аглю сунна пророка, то есть приверженца сунны пророка Мухаммада, говоря, описывая его и его сунну, что Аллах сказал? Ты был не способен только милостью для миров. Братья, валлахи, это религия милость, если бы мы ее умели достойно, то есть исповедовать, братья, и показывать это людям. Что касается беда, то братья, они всегда, валлахи, к убийствам приводят. Когда у людей, у бедаатчиков бывают силы, клянусь Аллахом, валлахи, они начинают, братья, убивать людей, и они стесняются этого. Субханаллах.